МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро. Новогодние праздники, в принципе, явление традиционное. Но расскажите, для чего понадобилось организовать такую акцию? Эта акция у нас плановая, она проходит каждый год перед таким праздником. Ну и, конечно же, цель этой акции – напомнить еще раз всем гражданам, жителям нашей страны, конечно, о правилах безопасности. Скажите, правильно ли я понимаю, количество каких-то ЧП, каких-то пожаров, не дай бог, оно в эти новогодние праздники увеличивается? Если представить себе какую-то кривую, то резкий скачок именно на новогоднюю ночь или нет? Нет, о резком скачке мы говорить не будем, потому что, в принципе, все чрезвычайные ситуации проходят в обычном своем сезоне. И вот сейчас под Новый год, в особенности, будут какие-то случаи, мы ждем с пиротехническими изделиями, какие-то травмы людей и попадание пиротехники, может, в дома, в окна, в машины и тому подобное. Ну, как бы это ожидается. Да, то есть, по-моему, МЧС нужно убрать все бенгальские огни, фейерверки. Нет, я знаю, что они же продаются, ну, то есть, какие-то сертифицированные. То есть, у нас нет полного запрета, как, например, в США, на вообще всю пиротехническую продукцию. Запрета, конечно, нет. Пиротехника первых трех классов, она продается в специализированных магазинах, что и советуем, кстати, покупать только в таких магазинах. И продается она подросткам не младше 15 лет, ну и, конечно же, старше. Ну и рекомендуется пользоваться, конечно же, пиротехникой только взрослым. Ну, а вот наверняка сейчас у родителей, у тысяч родителей, вот этот спор идет, вот можно ли вообще этому ребенку давать петарды или нет. Вот что говорит МЧС, с какого возраста? Вот ребенку, например, 7 лет, и он говорит, мама, купи мне хлопушки, петарды, чтобы я сам их взрывал. Это, мягко говоря, рановато еще. Ни в коем случае, конечно же. 15 лет – это такой предел и то. Мы как бы рекомендуем, конечно же, только взрослым пользоваться пиротехникой. Можно, конечно же, пригласить своих детей, показать, как это делается, но делать это обязательно именно самим, родителям. А что еще может таить в себе опасность во время праздничных гуляний, помимо пиротехники? Ну, помимо пиротехники, конечно же, сейчас зима, возникает риск каких-то обморожений, замерзаний, ну и тому подобное сопутствующее. В этом плане мы рекомендуем, конечно же, гражданам одеваться потеплее, но нужно учесть погодные условия и смотрите внимательно на температуру. Кроме температуры, смотрите, конечно же, за какой скоростью ветер. Ветер. И если же ветер будет большой, сильный, то неважно, какая температура, там минус 5, будет ощущаться, конечно же, значительно холоднее. Ну, а какие еще потенциальные опасности таятся именно в квартире в новогодние праздники? Вот мы сказали про петарды, которые все-таки дома хранятся. Может, не взрываются, слава богу, дома, но хранятся дома. Потом, наверное, всякие бенгальские огни, украшения на елке, которые тоже, наверное, могут потенциально загореться. Да, в преддверии новогодних праздников очень часто люди украшают свои дома всякими различными огоньками, бенгальские огни и тому подобное. Это, конечно же, с одной стороны красиво, но с другой стороны возникает риск пожара вплоть до этого. Ну и, конечно же, люди в период зимний пользуются и электрообогревательными системами различными, печным оборудованием, эффективно топятся. Тоже на это стоит обращать внимание. Скажите, а когда елка целый день стоит включенная дома, люди уходят на работу, она угорит, возвращается. А там кот или попугай? Даже без котов, да, вот представим пустую квартиру, но, тем не менее, постоянно это опасно? Конечно, это очень опасно. Мы рекомендуем выключать все электроприборы, когда вы уходите из дома. То есть, ну, допустим, разрешим только включенным оставить холодильник. И дом всем, полным людям, да, холодильник нужно выключать. Конечно. Ну, а остальные электроприборы, в особенности гирлянда на елке, пользуйтесь только, когда вы находитесь дома. Кстати, Александр очень верно заметил, что потенциальную угрозу в себе еще несет и холодильник. Вот у МЧС нет ли советов, что, мол, ребята, ну новогодняя ночь, ну не ешьте вы салат оливье после селедки под шубой. Ну тяжело же потом будет. Нет, МЧС пока еще здесь не кисает. Насчет того, что есть, конечно, кушайте что угодно, но холодильник свой вовремя обслуживайте. Смотрите, чтобы не было пыли на задней стенке в особенности. Ну и, конечно же, периодически осматривайте, нет ли где-нибудь подтеканий. Ну, давайте поговорим про саму акцию. Как она будет проходить и какие мероприятия она предполагает? Акция у нас проходит поэтапно, как и все акции, чтобы затронуть как можно больше населения нашей страны. Проходит во все республики, и она уже стартанула с 5-го числа. Проводится в домах ветеранах, в центрах социального обслуживания населения. Затем она перейдет в общеобразовательные учреждения, возможно, многодетные семьи, семьи, где дети находятся в социально опасных положениях. Ну и, конечно же, закончится очень массово, масштабно. Не знаю, раскрывать секрет или нет. Раскройте, больше людей придет. Концерт какой-то, наверное, будет. В общем, да, в конце будет у нас в Минске шествие Деда Морозова. Да, на проспекте зрителей. И наши пожарные Деды Морозы тоже примут большое участие в этом мероприятии. Да, ну и, конечно, сопутствующие конкурсы, викторины. А как вот отличить гражданского Деда Мороза от Деда Мороза пожарного? Они будут на пожарной машине, да? На пожарной машине со шлангом каким-то своим специальным? Они будут в нашей боевой одежде. Ее очень трудно не заметить. Оранжевого цвета у нас в спинах будет у них написано МЧС Беларуси. Я думаю, все узнают. Здорово. Знаете, вот в преддверии новогодних праздников или в саму новогоднюю ночь я всегда думаю о людях, которым приходится работать в это время. Вы, пожалуйста, передайте привет своим коллегам. Скажите, что мы очень-очень ценим то, что они новогоднюю ночь проводят на страже нашей безопасности. Конечно, передадим. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. А мы напоминаем, что в студии хорошего настроения сегодня был исполняющий обязанности пресс-секретаря Минского городского управления МЧС Республики Беларусь Александр Попко. Спасибо вам большое за такую содержательную и полезную беседу. А сейчас в утреннем эфире наступает время новостей. 24 часа. Увидимся сразу после информационного выпуска. Не переключайтесь.